МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить главные темы сегодня. Информация от губернатора. Нефтезавод отреставрирует очистные сооружения. Договоренность достигнута. Они честно прошли ЕГЭ лучших выпускников этого со всех сторон трудного экзамена, чествовали руководители Рязани. Что там с солнышком в программе прогноз синоптиков на ближайшие дни? А теперь обо всем подробнее. На заседании регионального правительства губернатор Олег Ковалев сообщил о своей встрече с председателем правления Роснефти Игорем Сечиным. Как известно, у рязанцев накопилось немало вопросов к начальству нефтезавода, в частности, по реконструкции очистных сооружений. Вот что сказал глава региона. В рамках Петербургского экономического форума у меня состоялось, кроме официальных подписаний соглашений с Роснефтью, состоялись и две личные встречи с Игорем Ивановичем Сечиным. Они были короткие, две, поскольку график был очень напряженный. И он подтвердил, что реконструкция нефтезавода направлена на улучшение качества упускаемой продукции и на снижение вредных выбросов в атмосферу будет продолжена и выполнена в полном объеме. В том числе и реконструкция факельного хозяйства. Вы знаете, что нефтезавод перешел от одного собственника к другому. В связи с этим у народа начали возникать сомнения, будет ли продолжена реконструкция, нет ли. Так вот, реконструкция будет продолжена и проведена в полном объеме, в том числе с учетом экологических требований по снижению выбросов сернистых соединений в атмосферу, в атмосферный воздух. Сегодня Международный день борьбы с наркотиками и их незаконным оборотом. Первые попытки контролировать движение наркотиков в мире были предприняты более столетий назад, в 1909 году, когда так называемая Шанхайская комиссия пыталась найти способы закрыть наркопоток из стран азиатского региона. Через несколько десятилетий, в 1987 году, Генеральная ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 26 июня, как день борьбы с незаконным оборотом наркотиков. С тех пор многое изменилось, однако не в лучшую сторону. Сейчас в России сотни тысяч, если не миллионы наркоманов. Как обычно, официальная статистика сильно отличается от реального положения дел. Сегодня в областном управлении антинаркотического ведомства прошла пресс-конференция с подробностями Оксаны Тебенихина. Благодаря профессионализму сотрудников УФСКН и их слаженной работе с различными структурами, на сегодняшний день хоть немного, но все же сократилось количество людей больных наркоманией. Впервые за последние четыре года снизилось количество наркопотребителей, первично взятых на учет. Так, если в 2009 году их было 149, то в 2012 году эта цифра составила 111. То есть почти на треть количество наркопотребителей уменьшилось. Сейчас наркополицейскими проводится целый ряд работ, благодаря которым в Рязани и области значительно сократилось количество различного типа притонов. И это далеко не единственная заслуга борцов с наркопреступлениями. С 1 января текущего года вступили в силу изменений в Уголовный кодекс, которые в значительной степени ужесточили наказание по большинству преступлений в сфере незаконно оборота наркотиков. Ну, во-первых, за сбыток контрабанды наркотиков в особо крупном размере впервые предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, то есть максимально возможное по нашему уголовному законодательству. Особенно наркополицейские благодарны рязанским СМИ, благодаря которым жители нашего города всегда знают, куда позвонить, если соседи за стеной никак не хотят вести благопристойный образ жизни. Надо сказать, что накануне Международного антинаркотического дня сотрудники ведомства устроили своего рода ритуальное аутодофе почти 15 килограммам зловредных и смертельно опасных веществ. В раскаленную печь в Рязани пошла дурь, изъятая из незаконного оборота, от марихуаны до почти экзотического ЛСД. Полицейские жгли вещдоки, проходившие по делам наркодилеров и содержателей притонов. Силовики особо подчеркнули, все соответствующие уголовные дела были рассмотрены судами, а приговоры вступили в законную силу. Бросай всю эту наркомуть, займись спортом. Примерно такие надписи можно увидеть на контейнерах в Рязанских парках. Энергично и правильно, что тут сказать. Также рассуждает руководитель рязанских вузов. Сегодня в медуниверситете был заложен первый камень в фундамент будущего бассейна. Спорт хороший и проверенный альтернативу всяким малопочтенным увлечениям молодежи. Поэтому на Западе так много внимания уделяется физическому развитию студентов, а тамошнее образовательное начальство привлекает все возможные инвестиции для строительства и реконструкции спортзалов и самых разных физкультурных объектов. А вот, например, на обшарпанные стены многих наших школьных, а то и вузовских спортзалов смотреть жутковато. Пристанище инфернальных существ, да и только. О первом камне, спорте и перспективах в этом деле в репортаже Глеба Галушкина. Медуниверситет – уже второй вуз Рязани, где реализуется этот проект. Началось строительство второго бассейна по программе «Единая Россия». Финансирование идет из трех составляющих. Это половина – федеральный бюджет. Вторая половина делится пропорционально между доходами университета, который должен за счет своих средств профинансировать. И мы выделяем где-то 35 миллионов рублей для вклад региона в финансирование этого бассейна. Естественно, бассейн – это хороший спортивный объект для того, чтобы студенты укрепляли свое здоровье, развивали, плавали, просто поплавать. Но я думаю, что и жители близлежащих домов тоже будут иметь возможность здесь поправлять свое здоровье. Масштабная программа по строительству современных бассейнов при российских высших учебных заведениях ставит задачи привлечь молодое поколение к массовым занятиям спортом. Вы уж извините за такую терминологию, но мы сейчас должны навязывать здоровый образ жизни. Особенно в Рязанской области, где демография оставляет желать много лучшего. Несмертность продолжает оставаться высокой. Здоровый образ жизни – это не только занятия физкультурой и спортом. Это диспансеризация, контроль своего здоровья, контроль состояния крови и так далее. То есть люди должны понимать, что надо за собой следить, надо ухаживать за своим здоровьем. По словам руководства медуниверситета, в бассейне смогут приходить не только студенты, но и простые горожане. Затем губернатор Олег Ковалев встретился с выпускниками медицинского университета. Он поздравил их с получением дипломов. Хотелось бы пожелать, чтобы вы не пугались трудностей, которые могут быть в начальный момент вашей деятельности. Чтобы вас не мучили сомнения, что там вы обделены каким-то вниманием. Или вы оказались, может быть, где-то в какой-то изоляции на некоторое время. Постарайтесь потерпеть. И все придет, и все получится. Вы вольетесь в коллективы, вы установите контакты, вы установите взаимоотношения с коллегами, старшими коллегами. И все у вас получится. Я искренне желаю вам успехов на вашем жизненном пути, счастья, здоровья, благополучия. Губернатор пожелал медикам-новобранцам помнить слова профессиональной клятвы и работать на благо Рязанского края. Сегодня Рязанское градоначальство принимало отличников, которые прошли горнила единого госэкзамена. Набрали максимальное или близкое к тому количество баллов. ЕГЭшные скандалы и разглачения, которыми были битком набиты экзаменационные дни, до поры отложены. Наступило время праздника. Понятно, что Единый в России провалился с треском и грохотом. Ответы в интернет выкладывались за пару дней до экзамена. Это значит, измена шла с самого верха. Опять отличились кавказские регионы. Там списывали, как говорится, на широкую ногу, выкладывая в сеть, похваляясь умением мошенничать и плевать на закон. В Рязани о скандалах со сдачи экзаменов не слышно, если не читать компьютерного сбоя при подведении итогов по математике. Тоже, конечно, малоприятно. Но есть у нас не только ловкачи. Многие, многие выпускники сдавали ЕГЭ честно. Но на таких нервах, что и представить нельзя. Особенно на фоне уже упомянутых скандалов. Кто старательно учился, а потом мозги ломал на экзаменах, принесли свои результаты в вузы. Вместе с теми, кто махом скатал рассекреченные ответы. Формально результаты тех и других одинаковые. Вот вам и справедливость от российского Минобраза. Хотелось бы, конечно, чтобы отличников и хорошистов было больше, чем юных начинающих мошенников. Хотелось бы. Да вот, правда, жизнь вносит коррективы. Во всяком случае, удачи вам, честные трудяги российского среднего образования. Совесть, груз тяжелый, но необходимый. Об этом надо помнить. И все будет нормально. И последний на сегодня, помните, была такая песенка о чечериной. Жара, жара, жареное солнце больших городов. Вот такой же примерно солнце этими днями и у нас над головами. Завершает выпуск прогноз синоптиков. Как, с точки зрения погоды, закончится эта неделя для рязанцев. Преобладающая температура ночью в Рязанской области 15-20 градусов, днем достигает очень высоких значений 30-35, жара. Не исключены во второй половине дня кратковременные дожди локального характера, с грозами, порывистым ветром. В отдельных районах даже возможен град. На сегодня все. Хорошей всем погоды и до скорой встречи. Как обычно в программе «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин